Приветствую всех, кто вместе со мной продолжает учиться программированию игр в Scratch. И в нашем очередном, уже девятом уроке, мы рассмотрим важнейшую тему – координаты. В первой части урока мы разберемся, что такое координаты и где они используются. На самом деле мы уже пользовались координатами, но детальных объяснений я не давала. Начнем с того, что просмотрим, вспомним сцену Scratch и разберемся, как задаются координаты на сцене в редакторе Scratch. Здесь есть так называемая горизонтальная ось или ось-ординат, и она обозначается буквой Х. Точно так же, как на уроках математики, если кто-то изучал, именно так обозначаются координаты. Есть так же вертикальная ось-координат, или называют ее еще ось-абсцисс, и обозначается она латинской буквой У. Эти две координаты являются основными в так называемой координатной плоскости. И середина, точка пересечения двух этих осей Х и У – это точка с координатами 0,0, и называется она начало координат. Если мы начнем отсчитывать координаты вправо по оси Х, по горизонтали, то у нас будет последовательно считаться координата 1, 2, 3 и так далее. То есть значение координаты Х будет положительным. Если мы пойдем влево от нуля по горизонтали, то мы будем получать значение минус 1, минус 2 и так далее. Аналогичным образом, если мы будем отсчитывать координаты по оси У вверх, это будет 1, 2 и так далее, 3, 4, 5, и вниз минус 1, минус 2 и так далее. Координатная плоскость Scratch имеет свои ограничения. Так, если мы идем вправо по оси Х, по горизонтали, максимальное значение, которое мы можем использовать в наших проектах, для оси Х и для координаты Х равно 240. Минимальное значение минус 240, отрицательное минус 240. Таким образом, мы можем задавать координаты нашего спрайта, нашего персонажа любого, в диапазоне от минус 240 до плюс 240. Аналогично по вертикали, но здесь уже другие значения. Максимальное значение У плюс 180, минимальное минус 180. И любая точка на нашей плоскости, на нашей сцене, будет иметь определенные координаты. Давай сейчас перейдем в Scratch и посмотрим, как можно узнать координаты спрайта на сцене и все-таки, как же они задаются. Наверное, уже понятно, что это два значения Х и У. И вот эти два значения будут задавать местоположение нашего спрайта на сцене. Итак, в редакторе Scratch, как нам узнать координаты спрайта? Ну, во-первых, если ты обратишь внимание на то, что у нас есть внизу сцены, как раз-таки обозначение этих самых координат Х и У, то при движении курсора мыши можно увидеть, что значение Х и значение У изменяются. И вот откуда можно еще раз вспомнить максимальное и минимальное значение Х и У. Если мы идем по горизонтали вправо-вправо-вправо, то дальше уже, когда я ушла за границы сцены, Х остается равным 240, больше не увеличивается. Если мы пойдем по горизонтали влево, то тоже, как только я ушла за границы сцены, Х стал равным минус 240 и больше не меняется. Аналогично по координате У, если я иду вверх, то максимальное значение у нас 180, минимальное значение, смотрим, У минус 180. Дальше я уже значения не вижу, чтобы изменялись. Как узнать координаты спрайта на сцене? На самом деле это очень просто, потому что координаты спрайта на сцене показаны в правом верхнем углу, если этот спрайт у нас выделен, если он активный. Как только мы его переместим куда бы то ни было, мы видим, что эти координаты здесь изменились. Мы всегда можем узнать координаты нашего спрайта. Но давай для эксперимента добавим любой другой спрайт на сцену и увидим, что он попадает в какие-то координаты, и эти координаты у нас видны здесь в правом верхнем углу. Наверное, ты помнишь маленькую хитрость. Если вдруг у нас спрайт попал вне ограничений по Х и У, например, так получилось, что мы спрайт не видим, как это могло произойти? Это могло произойти таким образом, что, допустим, в коде где-то произошло изменение координат, которые вышли за значение диапазона. Вот, например, я ввела большие значения x500, y600. Если я выполню эту команду, то спрайт яблока со сцены исчез. И даже если мы попробуем его заставить показаться, его нет. Для того, чтобы мы его могли найти, нам нужно задать x0, y0 и опять кликнуть мышкой по команде. Вот наш спрайт оказался ровно в середине сцены, то есть в точке начала координат. Еще, если мы двигаем мышкой по самому спрайту, наверняка тебе видно, что вот здесь вот x и y меняются. Какая же точка является началом координат нашего спрайта? Как считается местоположение спрайта? И здесь тоже все просто. Когда мы работали с костюмами, если помнишь, мы задавали его центр. И вот по вот этой точке центра как раз таки и отсчитываются координаты спрайта на сцене. Если мы сейчас центр изменим, например, поставим вот так, то координаты спрайта считаются вот от этой вот точки, которую я сейчас задала. Вот мы знаем точно, что наш спрайт яблоко находится в точке с координатами 0,0. И это означает то, что если получится отвести сюда мышку примерно, да, 0,0, то вот начало координат, центр спрайта у нас где-то здесь размещен. Можем его вернуть в середину самого изображения. И видим, вот у нас примерно здесь будет 0,0. Итак, надеюсь, тебе теперь стало понятно, как пользоваться координатами на сцене Scratch. В следующих частях урока, разумеется, мы рассмотрим необходимые для этого команды. А сейчас мы еще немножко рассмотрим, как используются координаты в реальной жизни. На самом деле это не изобретение Scratch. Это необходимо нам для решения многих задач нашей реальной жизни. И первая задача – это использование карт местности и известной, возможно, сейчас многим GPS-навигации. На уроках географии или по окружающему миру в школе изучаются географические координаты. И все знают, что весь земной шар можно разбить по меридианам и параллелям. Это делается для того, чтобы понять, в каких географических координатах находится тот или иной город, та или иная страна примерно, тот или иной объект, та или иная дорога, в конце концов, где стоит то или иное дерево, тот или иной дом. И вот если карту попытаться развернуть на весь лист, то мы получим такую тетрадь в клеточку. И каждая точка, каждая клеточка задают определенные координаты на земном шаре, на карте. В GPS-навигаторе координаты задаются тоже в градусах. Но мы не будем сейчас разбираться, каким образом они задаются, потому что это на самом деле тема предмета географии. Где еще используются координаты в реальной жизни? Во-первых, для того, чтобы человек мог ориентироваться на местности. А во-вторых, совсем еще более понятно, что координаты нужны всем летательным аппаратам, воздушному транспорту. Например, у самолетов есть свои пути, и они ориентируются, конечно же, на те координаты местности, которые они должны достичь. В определенном городе есть свои координаты, и по специальным навигационным приборам, и по картам пилоты самолетов ориентируются, куда они должны попасть. Если, когда мы ходим по земле, например, в городе, мы можем ориентироваться по каким-то объектам, домам, деревьям, дорогам, поворотам, то, когда летишь на самолете, всего этого может быть не так хорошо видно. Поэтому здесь координаты очень важны. Еще координаты используются на производствах очень сложных, особенно где используются роботы. И думаю, что каждому понятно, что чтобы робот мог выполнить какие-то сложные операции, он должен в очень четкие координаты размещать свои манипуляторы. И понятно, что здесь недостаточно координат только х и у на плоскости. Если наш робот работает, то он работает в пространстве, поэтому нужна еще третья координата, которая обозначается буквой Z. В трехмерном моделировании это тоже используется. Ну и, наконец, сейчас очень сильно развита бытовая техника электронная. И, например, роботы-пылесосы тоже перемещаются по каким-то координатам. Конечно, они ориентируются в пространстве, но тоже для того, чтобы переместиться, у них в программе задается движение по координатам. И примерно такие же движения мы можем реализовывать, будем реализовывать в наших проектах Scratch. Где еще используются координаты? На самом деле координаты используются также достаточно часто на компьютере. И, в общем-то, наверное, понятно, что это главная наша задача – понять, как используются координаты в компьютерных программах. Но, во-первых, наверняка уже понятно, что в большинстве графических редакторов без координат обойтись невозможно, особенно если мы хотим нарисовать какую-то точную картинку. Давай перейдем в один из графических редакторов известных и посмотрим, как же там обстоят дела с координатами. Я взяла редактор Paint, который устанавливается на любом компьютере с Microsoft Windows. И здесь у нас есть рабочая зона, наш лист. И если я двигаю указатель мышки, то, возможно, кто-то уже обратил внимание, что здесь начинают меняться какие-то цифры. И их тоже две. Это два числа. Это координаты, которые отсчитывают местоположение пикселя на рабочем листе. Но, в отличие от Scratch, мы видим, что горизонтальная координата Х у нас всегда положительная. И вертикальная координата Х у нас тоже положительная. И, в отличие от Scratch, тоже, если мы двигаем мышкой, мы увидим, что в левом верхнем углу, не посередине, а в левом верхнем углу у нас координата 0,0. Вот если точно подвести, сейчас не очень у меня получается. Но, если захочешь, можешь войти в графический редактор, поставить видео на паузу и посмотреть, как в графическом редакторе работают координаты. Если мы начнем двигать мышь вправо, то у нас горизонтальная координата Х меняется в плюс, всегда положительная, от 0 до границ нашего рабочего листа, который может быть любым. И если мы начинаем двигать мышку сверху вниз, то, наоборот, не так, как в Scratch. Там у нас было отрицательное число. Здесь у нас число всегда положительное. То есть, У увеличивается. Это для удобства, потому что мы считаем в пикселях. И здесь нам не нужны отрицательные значения координат. И если мы нарисуем какую-то точку, то у нее будут свои координаты. Где еще используются координаты? Еще в сложных системах проектирования и моделирования. Когда ты станешь постарше, возможно, будешь заниматься проектированием и моделированием каких-то процессов и явлений на компьютере. И ты поймешь, как пользоваться координатами в таких сложных системах. Вот я нашла картинку интересную. Здесь видно, что у нас проектируется некое здание. И у него есть какие-то чертежи, которые потом преобразуются в макет. Для того, чтобы получить этот макет. Например, в 3D принтере, когда моделируется какая-то графическая фигура, какой-то объект трехмерный, то там тоже есть у каждой части этой фигуры свои координаты. В программировании пользовательского интерфейса тоже очень важно использовать координаты, для того, чтобы он был аккуратным. Например, если мы опять откроем Paint, то вот все элементы интерфейса, все кнопки, они размещены ровно, аккуратно. И программист, когда это делал, он тоже задавал координаты положений этих элементов в данном рабочем окне. Итак, надеюсь, теперь ты знаешь, что такое координаты, как они используются и где. И в следующих частях нашего урока мы перейдем к практике и реализуем несколько проектов с использованием необходимых нам команд Scratch и получим, надеюсь, очень хорошие результаты. До встречи в следующих частях урока! Субтитры создавал DimaTorzok